Девушки отдыхают Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко и Сергей Сибиряков. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как вы, надеюсь, уже поняли, мы с вами на выставке в Москве, и нас засыпали кучей вопросов. А как же прошел визит на сцен Skyway премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева? Так случилось, что визит случился незадолго до официального открытия, и на стенде, среди прочих, был и наш известный футуролог, а также политик и ученый Сергей Анатольевич. Слово вам. Расскажите, как это было? Спасибо, Михаил. Ну, это в рабочем порядке. Мы с Виктором готовили, с Бабуриным готовили стенд к посещению, и получилось так, что очень быстро поменялась ситуация, и Дмитрий Анатольевич подошел к стенду. Его сначала подвели напротив нас стенд высокоскоростной магистрали РЖД, а после этого уже Дмитрий Анатольевич повернулся, увидел наш стенд, сказал, очень интересно, спросил, что это такое. Вот, ну, я сказал, что в 2009 году на госсовете губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов делал доклад, он говорит, да, 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 я помню. Сначала слово губернатор Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, я уверен о том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых покажется достаточно странным вид в транспорте, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я не знаю, что из названных вами новых видов транспорта может быть реализовано в ближайшей перспективе, но как минимум это желание думать о будущем. Полет фантазии. Я посмотрел тут наши коллеги, представляющие крупнейших российских перевозчиков, так улыбались в кулак. Ну, напрасно. Иногда нужно уметь мечтать. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа, чушь какую-то рассказывают. Но потом из этого получилась целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному. Но такие уже серьезные. Ну и дальше вопрос, что вы сделали, что получилось. Вот я ему буквально там в 2-3 минуты рассказал о тех успехах, которые есть, что у нас идет работа. КБС создано испытание машины, показал действующий образец Юникара. Он остался очень доволен, задавал очень такие серьезные конструктивные вопросы. И в конце пожелал удачи, что очень приятно. Он сказал там, я очень рад, что у вас что-то получается. И еще одна очень такая интересная фраза, говорит, я завтра буду в Беларуси у коллег. Обязательно поинтересуюсь, чем они вам помогают, как у вас идет на территории Беларуси. Это вот дословно передаю его слова, которые он сказал перед уходом. То есть я понял, что он не планировал визит сюда, его повели сразу куда-то еще. Он сам заметил, вспомнил, изменил план своего визита и подошел к нам. Правильно я понимаю? Да, это абсолютно так, что я абсолютно уверен, что в плане посещения его не было, потому что все сопровождающие выстроили таким маршрутом. Он должен был пройти мимо стенда. Но еще раз скажу, что он повернулся, сам увидел и сам подошел с вопросами, что это такое. Как можно не подойти к такой красоте? Вы видите, сколько народу. Сергей Анатольевич, кто еще из, скажем так, людей высокопоставленных, пока не была открыта выставка, был здесь? Насколько я знаю, был вице-премьер, еще министр транспорта. Просветите. Ну, министр транспорта Игорь Соколов, он был вместе с премьер-министром, поэтому... Ну, он уже много раз был на стенде, мы с ним общались много-много раз. То есть для него это уже технология, ну, как бы знакомая, поэтому мы с ним как старые знакомые. Вот, был, кто первый раз услышал о технологии, был Игорь Иванович Шувалов. Это первый вице-премьер, курирующий в правительстве финансы. Он, так как наш стенд прямо напротив РЖД, то он как раз был с посещением, ему глава РЖД Белозеров рассказывал о высокоскоростной магистрали Москва-Казань. И когда закончилась его презентация, то он повернулся и увидел, говорит, а это что за экспонат? Ну, тоже вопрос. Я ему сказал, что это полная альтернатива как раз высокоскоростных китайских дорог, но на абсолютно новом инновационном принципе. Он очень заинтересовался, и вот он как раз довольно-таки долго и вникал в технологии, ему показал все стенды, показал уже все испытания, которые есть. Поэтому для него это было новое, и он отнесся с очень большим интересом. Я не знаю, какое будет дальше продолжение, но он сказал, что мы к этому еще вернемся. И, ну, ушел. Потом было, еще, если так уже дальше говорить, был визит губернатора, ну, Ульяновской области, это мы уже, как это само собой, Сергей Иванович Морозов, да, он у нас уже как свой. То есть он один раз подходил на стенд, второй раз подходил. Потом они должны были встретиться с Юницким, но там по ряду обстоятельств не получилось вчера эта встреча. Вот. Был губернатор Ярославской области, был губернатор Ижевской области и глава Республики Башкирия Рустем Хамитов. То есть это, ну, мы с ним давно знакомы, мы с ним работали вместе раньше в Министерстве по делам национальности. Поэтому он когда подошел, мы, кстати, с Республикой Башкирия договорились о очень интересном проекте и создании государственно-частного партнерства именно уже со Скайвеем. Был, могу так рассказать, был один интересный такой случай. И все это до официального открытия? До официального пока еще не... Не собрались посетители. Посетители, да. Значит, мы с Виктором стояли на стенде и видели очень живой такой человек, который постоянно бегает, интересуется, подходит на стенды, вокруг него очень все уважительно относятся. И когда ему на РЖД показывали скоростную дорогу, показывали... Это он так все смотрел, потом поворачивается, увидел наш юникар и говорит, а это то, что будет ездить Москва-Казань? На что Белозеров ему сказал, нет, это не наша технология. Вот, а потом мы уже из ролика увидели, что это президент Татарстана Амирханов. Вот, поэтому он тоже, как невольно, но он у нас побывал на стенде, и поэтому вот такой казус у нас с ним получился. Спасибо, Сергей Анатольевич, не буду вас отвлекать. У вас еще очень много работы. Я думаю, вы присоединитесь ко мне, призвав всех наших зрителей подписываться на наш канал YouTube, следите за обновлениями овостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект и внимание сильных мира всего вам будет обеспечено. Строй Skyway! Спасай планету! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!